Всем привет и с вами Басон. Сегодня я покажу вам прохождение игры Final XM. Игра интересная, в неё стоит поиграть. Конечно, долго в неё всё равно не поиграешь, так как надоедает. Ладно, давайте начнём игру. Как видите, я немножко уже поиграл, это уже басоводится с управлением. В игре всего 4 персонажа. Сейчас я вам покажу их. Это Ригбист, какой-то Ботаник, помешанный на электронике. И девушка, которая помешана всё красивым, как тут видно из парикатур. И маньяк, тинейджер какой-нибудь, который помешан на оружии. У каждого героя свои шкалы характеристик. Длина их зависит от персонажа. Буду играть я Ригбистом. Как видите, шкалы прокачиваются с помощью синих очков, характеристики, которые вы получаете в процессе прохождения миссии. И обычные характеристики, которые получаются в процессе прокачивания за оранжевые очки. Как я знаю, что комбат, ветка у всех героев одинаковая, пассивная тоже одинаковая, кроме вот этого последнего скилла. И специализация. Это у каждого героя своя. И открывается вот эта специализация на 20% прохождении миссий и 40% для вот этих всех нижних. Оружие у нас есть рукопашное, огнестрельное и взрывоопасное. У вас будет изначально граната, пистолеты и бейсбольные биты с гвоздями. Я для быстроты все-таки выберу лом, который я нашел во второй миссии. Оставлю из огнестрельного УЗИ и гранаты. Ну, начнем игру. Тью-тро я проходить не буду, так как вы сами пройдете, что у вас вводится с управлением. Сюжет данной игры состоит в том, что 4 студента возвращаются в город для сдачи экзамена. Но обнаруживают город, погруженный в хаос, где монстры поедают и убивают жители города. Вы начинаете мочить их, как и положено. Но их слишком много, вы убегаетесь и прячетесь на линии метро. Вот он, рэкбист. В качестве аптечки выступает еда. Шифт для быстрого бега. Мегдискиллы у меня уже прокачаны, то есть уже можно комбо устанавливать. Это стандартный враг, ничем особо не отличающийся. Видите, фонг имеет большую скорость атаки, чем бит, но при этом у нее меньше урон. Так, вправо у нас ничего нет. Продолжим движение налево, куда указывает указатель. Можно врагов бить не только по прямой, но и предкидывать вверх, и бить в воздухе. И самому отпрыгнуть в воздух, и бить в воздухе, и также бить на земле. Нам нужно открыть дверь, для этого нужно деактивировать две сигнализации. Сейчас мы деактивируем их. О, где подкинул рога, можно вот так вот разделать. Одну москанализацию отключили, идем ко второй. Разработчики позаботились в простоте указания местозначения и подсветки нужных объектов. Как видите, указатель заботы у нас ведет в нужном направлении. Даже если вы запутаетесь в уровнях, он все равно покажет, куда вам нужно идти. Мы деактивировали вторую сигнализацию, и возвращаемся назад. Видите, дверь открывается. Там валяются трупы жителей. Карта метро. Ну, мы продолжаем движение к этой двери. Видите, там будет всякая шушера выпадать постепенно. Будем ее мутузить. Можно подкинуть, так ты в воздухе разделать. Как прям в Дэл Мал край. Теперь нужно открыть вот эту дверь. Когда мы начинаем открывать, происходит такая ситуация, как волна монстров. Нужно защищаться. Нужно, конечно, собирать их в одну сторону и бить всех сразу. Так, будет эффективно. Так, будет эффективно. Видите, миссия выполнена. Продолжаем открытия двери. И движемся дальше. Вот так можно подкинуть и вмазать. Отправить далекий полет противников. Держимся по метро и попадаем на пути, где вагоны обесточены в данный момент. И, как я понял, нам нужна будет задача включить электричество. Для этого нужно включить рубильник. Пойдем включать рубильник. Новый враг собачки. Они тоже не особо ничем отличаются. Если что, они могут превращаться в шарик. Лететь на вас и сбивать. Могут запрыгнуть на вас и начать вас кусать. Чтобы избавиться от них, вам придется нажать просто быстро левую кнопку мыши. А если собачка на вас катится, то вы можете просто перепрыгнуть ее. Либо нажать удар в момент приближения к вам. То есть вы просто прерывете атаку. Собачка, цивилизованное существо, спустилась по лестнице за нами. Сейчас очередная волна. В бочке тоже очень эффективно использовать. Видите, собачку я поймал, сейчас не на атаке. Тут лучше собирать, конечно, еду. Это будет полезно. Видите, она собачка кусает. Мы снова прерываем их атаку. Зажимаем угол. Не разделываем их. Помните, стрять в бочек туда, куда указывается ваш прицел. Вот мы нашли рубильник. Но она нужна, чтобы запустить наш генератор топлива. Сейчас мы будем собирать цистану с топливом. Одна здесь внизу находится. Мы так по-дружески разделались с ним в воздухе. Так, одну цистену мы нашли. Идем за второй. Себя аж подожгли. Устану здоровья. Так, сейчас мы отнесем последнюю. А, не отнесем. Нас сейчас тут немножко окружили. Пьет с нам. Пьет с нам. Пьет с 산 효. Пьет с накидом и с эти все все-таки последнюю канистру до приключателя все мы включили питание и возвращаемся назад цивилизованные там собачки вот сами к нам поднимаются по лестнице мы с ними разбираемся и движемся дальше на выход так здесь мы находим узи таком-то ящики у нас она же выбрана так что мы сможем поднять так мы добрались до вагонов сейчас наш состав тронется и в конце мы видим танка это жирный босс наша задача данного сейчас это ловить эти ящики и забрасывать ими нашего босса он будет нас швырять вот такие же ящики которые взрываются при приземлении и огненные ящики которые не надо ловить то что иначе вы просто получите повреждение эти ящики можно ловить как воздухе так и находясь на земле видите босс начинает кидаться еще и бочками огненными так не успел поймать босс не особо сложный главное приноровиться ловить ящики не поймал как человек за метро за поездом бежать это интересно какой же должен быть скоростью обладать все мы нанесли урон боссу но это еще не конец босс осерепев начинает бежать в другую сторону от нас по поезду мы начинаем его преследовать обычно всякая шушер сейчас будет вмешиваться ну опять волна у нас есть способности данного класса персонажа мы активируем бешенство то есть включим скорость атаки и будем наносить кровотечение цели при этом больше урон пока шкала действует при этом можете активировать одну из четырех только способностей нельзя активировать одну потом другую то есть в этом минус если вы соберете шкалу всех четырех то вы можете использовать только одну из четырех если даже использовать первую все остальные шкалы просто сгорают то есть это не очень конечно продумано то есть вы будете зря тратить сейчас уберем всех собачек в одну стенку босс уже оказывается на крыше поезда он бьет по вагону и вагон переворачивается и становится перпендикулярно туннелю получается мы должны по сути дела тормозиться но мы почему-то двигаемся с такой же скоростью и при этом кроме того что мы движемся с такой же скоростью мы начинаем догонять предыдущий состав с боссом кажется оригинально сделано давайте на что становится здоровье вот эти щитки сигнальные наносит урона всему что попадать на их пути видите разрывает таки горизонтально лучше перепрыгивать и устраняться от этих то есть можете получить урон не только вы но и враги то есть этим можно пользоваться вот так вот то есть можно даже не махая просто уклоняться вот так вот хоп и нет врагов надо не забывать что есть не только вертикальные но и горизонтальные которые ведут по всем и они в произвольной последовательности появляются здесь видите мы получили урон когда видите что идет такой можно принципе перепрыгивать но сейчас я не успел правда где он вырисовываться начинает уже состав вот так вот ринулся на способности своей левку получил урон ну тяжеловат конечно скорость еще и таких плюс еще монстры ну приучиться можно не успеваешь просто бежать в нужную сторону щитки бывают не только маленькие наибольшие посередине и с краю где угодно он даже успел допрыгнуть ну ладно восстановить здоровье с помощью аптечек местных так мы догнали состав каким агаром не представляю но что поиск впереди мчится а сзади мы тормозимся в общем наша задача сейчас брать этот ящик с динамитом и отнести его в перед части поезда к боссу помните что здесь также действуют эти сигнальные флажки видите один почти донес ящик лучше положить данный момент то что иначе он взорвется если по нему попадет один из монстров вот нужно нанести два ящика всего один кладем идем за вторым здесь также эти флажки сигнале можно перепрыгивать по звуку узнать что приближаются также можно подкидывать врагов на эти сигналы флажки если вы совсем уж изысканно пользуетесь своим оружием вот я второй ящик тащу уже не любите флажки конечно лучше конечно же как приспоставить переждать что флажок уже пролетел и вы пошли спокойно ну монстр бывает так что лучше быстренько с ним разделаться сейчас будет следующий сигнальный пролетаем его и не все наш ящик боссов подарок видите вот так вот лучше аккуратненько и вот так положить и разделаться разделка стушки вот не успел снесло его кладем отходим сейчас я так понимаю произойдет взрыв и поезд остановится он переворачивается начинается битва с боссом когда он так бежит лучше перепрыгивать из него потому что значит он его поймает он несет большой урон использует вас в качестве молоточка вбьет вас по самой небалую в голову лучший вариант использует гранаты много урона достаточно сейчас будет появляться не только босс но и всякая шушера вот он эти он начинает бить лучше конечно перепрыгнуть вот так вот отойти лучше забрать сначала с мелкой шушерой потом с боссом если у вас есть тонковое оружие лучше ему конечно пользуются чтоб меньше глядя себе нанести вот видите какой урон носит босс вот мы нанесли урон босса и добиваем его все миссия выполнена первую миссию мы прошли будет подведен итог почитаны очки вот эти 75 тысяч стоимость 4 чуть чуть не хватило до 80 тысяч если вы будете проходить чище то будет больше очков и будет лучше отметкой будете получать очки для развития ваших характеристик всем спасибо за внимание ждем следующего видео с прохождением последующих миссий в игре всем пока подписываемся ставим лайки